Всем привет, это Ночной Дожор. Я недавно проснулся, и поэтому сейчас мы будем готовить завтрак. Беконовые блинчики. Я был на улице, но там не было ничего интересного, поэтому сразу придем к продукту. Для беконовых блинчиков, во-первых, у меня есть бекон. Какая-то смесь для блинчиков. В-третьих, это не так важно, но все-таки... А, красный, молотый, острый, жгучий перец, как много прилагательных. К одному маленькому продукту. Давайте вам сейчас откроем, потому что обычно такую херню делают нежгучей. Ну, просто безвкусные, она просто цвет дает, и все. Мне похер на цвет. Приправочек, ублюдок, не умеет делать нормальные упаковки. То ни хера не открываются, то вон как. И в качестве небольшого бонуса к блинчикам я взял сливочный сыр. Ну, то есть обычные блинчики мажут сгущенкой или сметаной, а я буду вот беконовые блинчики мазать сливочным сыром. По-моему, это охуенно. И в качестве небольшой закуски для меня, и визуальной закуски для вас, я взял кока-колы и лейса. Ищите в магазинах вашего грязного города. Не думал, что эти приправы так меня подставят. Я как будто подвергся нападению какой-то безумной перепуганной женщины, которая достала вот этот перцовый баллончик и прыскала мне в лицо. Но я все-таки думаю, от перцового баллончика пострашнее будет, чем от этой приправы. Там все-таки люди соплями прям плачут. Чипсики, ничего так. Вкус знакомый с детства. Мое детство приходится с 93-го года по 2011, наверное, не знаю. Если считать до 18. Если считать существо после 18 человеком. Дети ужасные животные. Вспоминая себя, вот где-то с подросткового возраста, каждый последующий год, оглядываясь назад, я считал себя полным идиотом. Ну, так сейчас происходит. Ну, потому что человек постоянно чему-то учится. Ну, например, шутить про говно и геев развивается. Так что, если вы считаете, что год или пять лет назад вы были умнее или мудрее, это значит, что вы потупели. Особенно, если вы очень старый. Потому что к старости может начинать сдавать. У вас начинает хуже работать память. И все процессы, протекающие в мозгу в целом. Так что, если вы тупой, но старый, то не расстраивайтесь. Все нормально. Так и должно быть. Но вы не думайте, что я постоянно такой херней питаюсь. Я, конечно, ем. Ем много. Но вот не такое говно. Я это только беру для ночного дожора. Ну, вот на таком бы я не вырос. Да, я большой. Просто в камере не видно. Но на самом деле я очень широкий. Чупсы подходят к концу. Это хорошо. Это значит, что сейчас мы будем готовить. Берем бекон, который я держал в морозилке. Ну-ка. Я просто уже готовил блинчики. Люблю блинчики. Я просто люблю жрать. Поэтому я и делаю такое шоу. Знаете, бекон довольно твердый. Не как в американских фильмах. У тебя такие крутые полосочки совсем без жира. Нет, этот бекон с жиром. Он замерзший. Он твердоват. Надеюсь, у меня получится его перемельчить. Блядь, бекон летит в эти стороны, сука. Вчера я просто печень таким же макаром взбивал. И все было нормально. Но тут, блядь, видимо, больше жил, чем в печени. Только кухня помыл опять. Хоть не мой ничего. Живи. Сраниме. Цените своих мам. Они вас обстирывают, обглаживают, кормят, убирают. Это, конечно, не сложно. Поначалу. А потом, ну, как-то надоедает. Когда это надоедает, ты глазом не успеваешь моргнуть, как вокруг образуется срач. Я большой молодец. Я нарезал бекон и превратил его вместе с мукой для блинчиков в какую-то более-менее однородную массу. А сейчас я буду добавлять паприку. Я хочу, чтобы вы видели, как белое превращается в красное. Как будто невесту кто-то застрелил на свадьбе. Думаю, этого будет достаточно. По моим слезам, соплям и Женю во всех слизистых, то, да, думаю, этого будет достаточно для блинчиков. Всё. Сейчас будем это дело жарить. Не выглядит странно. Прикольно готовить еду из мультиков. Не знаю, делал ли это кто-то до меня. Наверное, конечно, делали. Только на Западе. Сомневаюсь, что в русском сегменте кто-то жарил блинчики из бекона. Если у вас есть ещё какие-то мультики, например, где есть свои прикольные блюда, вы напишите в комментариях. Не гарантирую, что есть я их буду, но приготовить попытаюсь. Короче, первый блин комом. В этот раз я попытаюсь сделать их поменьше. Ну, хотя бы какой-то потопе блинчиков у меня получилось. Смотрите, как Юля поменяет. Как в фильмах. Наконец-то всё закончилось. Теперь я могу это попробовать и сказать вам. Сказать, что это вкусно, значит соврать. Это неплохо. Не думаю, что я смогу сейчас это съесть. Хотя порция для меня небольшая. Но идёт что-то не очень. Дико острое. Боюсь, у меня будет какое-нибудь несварение. А ведь ещё с этого теста, с блинчикового, очень хорошо пердишь. Поэтому в сочетании с острым перцем я просто не выживаю этой ночи. Но пока я ем. Мне нравится. Я давно не делал выпуски, потому что мне было лень. Либо я входил в режим и просто спал ночью. Либо очень не входил в режим, мне было очень плохо. И я просто не мог снимать и не хотел. Вот сейчас что-то подорвался, потому что кухню помыл. Ну как кухню помыл? Помыл посуду и плиту. Что домашним муравьям жрать было нечего. Да, в некоторых домах живут домашние муравьи. Они отличаются от обычных муравьёв тем, что они очень-очень маленькие. А я очень не люблю насекомых. Но домашние муравьи это не самое страшное. Если у вас есть домашние муравьи, значит у вас не будет тараканов. Потому что они хоть и маленькие, но ребята дерзкие. Они пробираются в гнездо тараканов и сжирают их личинок и яйца. И всё, тараканов нет. И муравьи не будут заползать к вам в ухо ночью. Тараканы будут. Они заползут вам в ухо ночью. В каждое ухо. И в ноздри, и в рот. Какие-то толстые мадагаскарские, которые ещё шипят. Ну так вот, к чему я клонил. Я долго не снимал ночные дожоры. А я сейчас такую умничку взял и снял. И сразу по поводу следующего выпуска. Следующий выпуск выйдет в следующее воскресенье. Но с одним условием. Если этот ролик наберёт 5000 лайков. Это небольшая цифра, если учесть, что скетчи в последнее время набирают по 1000, по 2000 лайков. Великолепные скетчи, наполненные искромётным юмором. Скетчи про говно набирают 2000 лайков. Так что набрать под этим роликом 5000 лайков не составит большого труда. Вот ты, ты досмотрел досюда. Ставь лайк. На этом всё. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Лайкайте, репостите ВКонтакте. Подписывайтесь на паблик. Ну и лайкайте на Ютубе. Всем пока.